Руководитель муниципалитета подвел итоги работы органов местного самоуправления за минувшую неделю. Впервые в администрации прошли публичные слушания по бюджету округа на 2020 год. Андрей Иванов подчеркнул, что бюджет сохранил свою направленность. Бюджет, хотел акцентировать на этом внимание, сохранил социальную направленность. Он предусматривает как расходы на текущие нужды, так и финансирование крупных проектов развития. В частности, строительство учреждений образования, ремонт и модернизация инженерных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и социальное выплатное население. Еще одним важным историческим событием стало подписание соглашений между двумя округами – русским и одинцовским. Пока взаимоотношения будут развиваться в культурном и туристическом направлении, но в планах расширить круг интересов. В ближайшее время будем развивать совместные туристические маршруты, делать совместные программы, проводить различные ярмарки, мероприятия, генерить культурные события, развивать бренд западного Подмосковья. Это очень хороший проект, и я уверен, что у нас будет плодотворное сотрудничество с русским городским округом. Андрей Иванов подвел итог работы в системе «Добродел» за минувшую неделю. Динамика положительная, но пока говорить о полном исключении повторных обращений не приходится. Но власти хотят и в этом показателе выйти на 100%. Мы смогли побороть большое количество повторов, где больше 6, 10, 12, 5 повторов. И наша задача остаться только в категории 1-2 повтора и не более. В этом году аномально теплый ноябрь и декабрь, но расслабляться коммунальным службам не приходится. Только первый снег покрыл улицы и дворы города, как все службы привели в полную готовность. Каждый год мы стараемся наращивать наши мощности и в части людей, и в части техники. Мы учитываем и анализируем те ошибки, которые были в прошедший период. Подробно разбираем жалобы и обращения жителей, которые приходили в последние годы. И с учетом этого корректируем нашу работу. В частности, меняем график уборки, сделаем его более ранним, чтобы жители, выходя из дома, не сталкивались с проблемами во дворах, снежными сугробами или на дорогах и тротуарах. По итогам планерки руководитель дал ряд поручений профильным заместителям. Исполнение каждого на личном контроле главы округа.